Дорогие друзья, приветствую вас! Сейчас мы с вами ознакомимся с новой концепцией миграционной политики. И попытаемся понять, чем она нам, мигрантам разных категорий и гражданам России грозит. Чтобы не вводить вас в заблуждение, сразу поясню. Я обычный мигрант, не являющийся специалистом в данной области. И в этом видео я выступаю как человек, имеющий некоторый опыт взаимодействия с органами, работающими с миграционными вопросами. Как бы они ни назывались. Но сейчас это ОВМ МВД, отдел по вопросам миграции. Значит, краткая биография. Я родилась в Ленинграде, выросла в Олан-Удэ, училась в Москве. Все мои родственники и я, коренные жители России, все мои родственники, близкие родители, сестра, проживают в Олан-Удэ. Я в свое время закончила Московский георазведочный институт. Я вышла замуж за гражданина в то время СССР и уехала в одну из союзных республик. То есть мы продолжали оставаться гражданами СССР. И при развале Союза, волею судеб, я стала иностранным гражданином. То есть от меня ничего не зависело. Как законопослушный гражданин я не стала, как многие хитрить, менять советский паспорт, то есть делать утерю у себя там, в Казахстане, делать утерю паспорта, получать новый паспорт. А здесь, на территории России, менять этот советский паспорт на российский. Такая возможность была, многие так делали. Но я человек законопослушный, я этого делать не стала, потому что знала, что это незаконно. Почему я еще этого не делала? Потому что я всегда была уверена по тому, как развивается наш мир. Мир становится все гуманнее. Не может быть такого, чтобы меня не пустили на родину, когда мне это понадобится. Почему я не уезжала из Казахстана? Потому что там моя семья. Муж хотел жить на своей родине, дети росли в полной семье, для меня это было важно. Но в конце концов, везде живут люди, почему бы и не в Казахстане жить? Хотя там, конечно, традиционно считалось, что там похуже. И люди оттуда выезжали массово в те годы. Кто в Россию, кто на Украину, кто в Германию. В общем, я была уверена, что никакие законы не могут мне запретить вернуться на родину. Не я делила союз на разные государства, не я прокладывала границы. И моей воли не было в том, чтобы становиться гражданином другого государства, не того, которого я хочу. Ну, любой, кто услышит эту историю, конечно же, скажет, что... Конечно, твоя ситуация такая, что тебе нужно сразу давать гражданство в облегченном порядке. Вот. Ну, может быть, найдутся такие, конечно, которые скажут, нечего давать гражданство. Сама виновата, сама выбрала свою судьбу. Ну, давайте посмотрим, как новая концепция, что в этом плане сказано в ней. Значит, документ называется «Указ о концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы». Президент подписал указ о концепции 31 октября 2018 года, 13-20, ну, это, вероятно, дата публикации. Текст указа. Кстати, господа юристы, подскажите, какую силу имеет данный акт, данный документ? Он имеет силу закона? Давайте. В связи с необходимостью актуализации целей, задач и основных направлений деятельности Российской Федерации в сфере миграции постановляю. 1. Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. 2. Правительство Российской Федерации. А. Обеспечить реализацию концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Далее концепция. Б. В трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации концепции в 2019-2021 годах. В. Осуществлять контроль за реализацией концепции и обеспечивать ее своевременную корректировку. Г. Представлять президенту Российской Федерации ежегодно доклад о реализации концепции. Судя по этим формулировкам, данный указ является законом. Третий пункт. Рекомендовать органам государственной власти субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями концепции при осуществлении своей деятельности в сфере миграции. 4. Признать утратившие силу концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную президентом Российской Федерации, 8 июня 2012 года, номер ПР-1490. То есть предыдущая, здесь важно, заметим, что предыдущая концепция уже перестала действовать с момента подписания этого указа. 5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 6. Концепция. Общее положение. 7. Настоящая концепция определяется цель, принципы, задачи и основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. 8. Далее миграционная политика. 9. Исходя из анализа практики регулирования миграционных процессов и современного понимания национальных и глобальных проблем миграции. Ну, это понятно. Второй. Правовую основу настоящей концепции составляет Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность в сфере миграции. Это тоже понятно. Третий. Настоящая концепция разработана с учетом основополагающих документов, затрагивающих вопросы реализации миграционной политики, прежде всего, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года, стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, стратегии государственной и культурной политики на период до 2030 года, стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, концепции общественной безопасности в Российской Федерации, концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, прогнозы долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2030 года. Так, здесь немножечко заострю ваше внимание, на чем, какие стороны политики затронуты. Миграционная политика понятна, национальная безопасность понятна, противодействие экстремизму тоже понятно, государственная национальная политика тоже понятна, стратегии научно-технологического развития. Это уже иной, ну для меня, иной аспект данной проблемы. Можно предположить, что стране все-таки не хватает кадров в данном направлении, стратегии государственной культурной политики. Ну это тоже понятно, что, конечно же, приток мигрантов из других стран культуру обязательно затронет так или иначе, и это надо регулировать. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Вот что для меня, как для Бурятки, важно. Теперь понятно, почему именно подписание данного указа совпало с другим актом, а именно отнесение Байкальского региона, отнесение Бурятии из Байкальского края к Дальневосточному региону. Теперь мы будем одним регионом, одним федеральным округом, и политику государство будет проводить, видимо, легче. Ну в плане финансирования, да и вообще в любом разрезе. Так, концепция общественной безопасности. Тоже понятна концепция демографической политики. То есть демография здесь, демографическая ситуация в данном регионе тоже, возможно, требует притока населения. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период понятна. Концепция демографической политики Дальнего Востока на период, то есть отдельно. Специально Дальний Восток рассматривается. Повышенное внимание Дальним Востоком – это тоже понятно. Прогнозы долгосрочного социально-экономического развития тоже понятны. Так, второй параграф, назовем это так. Ну второй раздел. Условия формирования и реализации миграционной политики. Четвертый пункт. Современные тенденции в сфере миграции Российской Федерации обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. Устойчивое социально-экономическое положение, сохранение исторических и культурных связей народов, государств, участников Содружества независимых государств, взаимные безвизовые поездки, учреждения Евразийского экономического союза являются мощными факторами миграционной привлекательности Российской Федерации. Ну данный пункт констатирует, является констатацией. Пятый пункт. В 2012-2017 годах интенсивность внутренней миграции в Российской Федерации увеличилась на 10%. При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в центральные, северо-западные, юго-западные регионы страны, что является постоянным фактором роста, диспропорции в размещении населения. Практически весь потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край. Аленка Робина Гудина, ты брала ответственность за это на себя, за свой Краснодарский край. Вот тебе привет от самого Владимира Владимировича. Так, значит здесь объясняется. Этим пунктом мы можем пояснить, почему президент отменил предыдущую концепцию, которую специалисты уже сетовали, что они ее очень хорошо разработали, и у него не было никаких оснований ее отбрасывать и вводить новую. А вот этот пункт пытается объяснить, чем это вызвано. Так, шестой. На консульском учете за рубежом состоит более... Это пятый пункт, вернусь, говорит о внутренней миграции, не о внешней. За рубежом, то есть двумя словами можно сказать, что на Дальнем Востоке народу не осталось. Все подались в Москву, в Санкт-Петербург и на юг. На консульском учете за рубежом состоит более 2 миллион граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тысяч российских граждан выезжают на работу за границу. Это тоже о демографии, да, говорит, что люди не живут в Российской Федерации. Сами россияне, некоторые из них, предпочитают жить за рубежом или вынуждены жить за рубежом. В 2012-2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. В гражданство Российской Федерации принято более 1 миллиона человек за предыдущие 5 лет. Из них 525 тысяч человек, чуть более половины, в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 миллиона человек. Суммарный миграционный прирост. Среднегодовая численность трудящихся мигрантов составила около 3 миллионов человек. 3-4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов. То есть, простыми словами, можно сказать, из всех трудящихся на территории РФ, 3-4% являются мигрантами. На территории Российской Федерации ежегодно пребывают около 10 миллионов иностранных граждан, и лиц без гражданства, дали иностранные граждане, постоянно или временно проживают в Российской Федерации более 1 миллиона иностранных граждан. Здесь остановлюсь на том, что разница делается между теми, кто пребывает. В данном случае имеется в виду регистрация по месту пребывания. И проживает, постоянно или временно проживает, это те, кто имеет разрешение на временное проживание, визы, или уже прописан постоянно, но все еще продолжает оставаться гражданином другого государства. Итак, 10 миллионов пребывают, то есть просто зарегистрированы, а более 1 миллиона – РВП, визы и другие виды проживания. Восьмой пункт. Среди иностранных граждан, привлекаемых российскими работодателями, значительную долю составляют низкоквалифицированные работники, востребованность которых определяется зачастую как меньшими по сравнению с использованием труда граждан Российской Федерации и сдержками, так и недостаточно высоким в некоторых отраслях экономики уровнем технологического развития и организации труда, сокращением рабочих мест, требующих средней и высокой квалификации труда. Данный пункт говорит о том, что, да, несмотря на то, что иностранные граждане, работающие в России, в основном это низкоквалифицированные кадры, но нынешнее состояние экономики страны это вполне удовлетворяет. То есть так и надо, именно таких кадров стране и не хватает, и эти мигранты заполнили эти ниши. Ну, не полностью заполнили, но они идут в эти ниши. То есть у местного населения они не отбирают работу. Об этом. Девятый пункт. В целом, направленные в Российскую Федерацию миграционные потоки подвержены действию факторов, которые определяют основной вектор внутренней миграции. Центрами миграционной привлекательности для иностранных граждан становятся в первую очередь крупные экономически развитые города европейской части России, а также приграничные территории Сибири и Дальнего Востока. Ну, здесь пояснение не требуется, да? По-моему, тоже констатация того, что там, где нужна рабочая сила, туда и идет миграционный приток трудовой миграции. Так. Десятый пункт. За последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ Российской Федерации и в зоне ее интересов. Интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014-2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению в эти государства членов криминальных, террористических и экстремистских структур. Такие негативные проявления могут стать угрозой как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней государств. Данный пункт говорит о том, что да, мы знаем, какова ситуация с миграцией в Европе, мы это берем на заметку и будем регулировать, будем контролировать данную концепцию, направленную на то, чтобы контролировать данные негативные тенденции в процессах миграции. Одиннадцатый пункт. В 2012-2017 годах усовершенствованы инструменты правового регулирования в сфере миграции, включая меры ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации и меры противодействия незаконной. А. Проведена корректировка правил осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации, что позволило сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в Российской Федерации, и способствовало увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях. Есть. Ну, что на данный момент предпринято в сфере миграционной политики. Что урегулированы, откорректированы правила осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности. Ну, выдача патентов, все это урегулировано. Раньше было менее урегулировано, сейчас больше урегулировано. Б. Оптимизированы правила пребывания обучающихся в Российской Федерации иностранных граждан, что способствовало росту их числа 291 тысячи человек на начало 2017-2018 учебного года по сравнению со 153-8 тысячи человек на начало 2010-2011 учебного года. Кстати говоря, это я могла проследить на членах своей семьи. Да, когда мой сын поступал в российское учебное заведение в университет, тогда было менее урегулировано пребывание гражданина, например, Казахстана, в Российской Федерации и сотрудникам ВУЗа, занимающимися работой с иностранными гражданами, приходилось прям проторять, или проторивать новый путь. То есть для них все это было вновь. У них есть практика с гражданами других государств, но с Казахстаном нет, не было. Так, и в общем, да, пришлось поработать. А сейчас это более урегулировано. Сейчас, когда я стала обучающимся, когда я стала учиться в университете, это более урегулировано. И да, это способствует росту числа. То есть когда уже все понятно, как и что следует оформлять, как нужно работать с иностранными студентами из этих государств, их стало больше. Более охотно стали поступать люди в университеты, в учебные заведения. В. Определены и применяются дифференцированные требования к уровню знаний русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, необходимых иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и получение разрешения на временное проживание и вида на жительство. Это понятно, это введение экзамена на получение сертификата о владении русским языком, о знании истории России и основ законодательства. Г. Созданы дополнительные условия, способствующие добровольному переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, а также упрощены правила приема российского гражданства иностранных граждан, являющихся носителями русского языка, инвесторами, предпринимателями или выпускниками российских образовательных организаций. Это очень интересно. Мой сын является выпускником российской образовательной организации, и ему не надо сдавать сертификат на знание русского языка, истории и законов России. Здесь также, наверное, имеется в виду программа содействия переселения, программа переселенцев, если коротко ее назвать, содействия добровольному переселению соотечественников. Д. Разработаны и проходят проверку на практике подхода к социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках соответствующих программ и в формате государственно-общественного партнерства с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Я ничего не знаю, никогда не сталкивалась, не видела воочию никаких таких программ. Наверное, они существуют и финансируются, но мы, гранты, в большинстве своем ничего о них не знаем. Пожалуйста, я надеюсь, теперь в рамках данной концепции информация будет распространяться более широко, более охотно доведут до нашего сведения. Д. Установлена уголовная ответственность за пересечение государственной границы Российской Федерации иностранных граждан, въезд которым в страну не разрешен, с эффективной постановкой иностранных граждан на миграционный учет, ужесточенных санкций за организацию незаконной миграции. Это понятно. Не нуждается ни в каких пояснениях. Д. Введена административная ответственность приглашающей страны за неисполнение обязанностей по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенных иностранных граждан за предоставление заведомо ложных сведений о цели их въезда в Российскую Федерацию при оформлении документов на въезд. Так, для данного пункта я могу привести пример. Это моя знакомая, моя подруга, геолог, она ездит в Самарскую область работать, при этом организация, которая берет ее на работу, эксплуатирует, не берет на себя оформление ее регистрации. И, соответственно, если с ней случится, а с ней таки случился медицинский случай, и поскольку не было страхования, то есть она лечилась за свой собственный счет, но она сломала руку. Это важно. Человек работает на вахте, живет в вагончике. Она, ну то, что раньше называлось ИТР, инженерно-технический работник, то есть она исследовательскую деятельность проводит. Она должна выходить, периодично выходить на скважину, забирать пробу и потом проводить анализ ее. И, ну то есть это связано с тем, что она все время должна выходить из вагончика, идти на скважину, и вот со сломанной рукой это делать было невозможно. Тем не менее, организация никак ей не помогла. Ну, кроме того, что, конечно же, чисто по-человечески, они возили ее на машине в медицинский пункт. Да. И вот эти вопросы должны быть урегулированы, и такая организация будет наказана, должна быть наказана, ну, если по закону. Так. З. Конкретизирован, расширен перечень оснований, по которым не разрешается или ограничивается въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию, а также увеличены сроки таких ограничений. Не знаю, о каких ограничениях идет. Ну, догадываюсь, что речь идет о тех, кому, кто совершил, наверное, преступление, наверное, кто должник в своем государстве, если государство предпринимает такие меры, ну, не допускающие выезд из страны должников. Так, ну, давайте на этом остановим эту часть видео и дальше продолжим в следующей, чтобы вы не уставали.